Добрый день всем, кто смотрит мой канал. Одним из сюжетов в этом проекте я задумал снять ролик с мнениями очень уважаемых людей, настоящих мастеров своего дела, представителями классической медицины. Сейчас они вам будут представлены. Благодарю. Добрый день. Меня зовут Козлов Игорь Анатольевич. Я врач-стоматологический ортопед в стоматологической поликлинике Медицинского университета. Я веду прием полноценный, специализируюсь на сложных клинических случаях. Это тотальное протезирование, это лечение височно-нижнечелюстного сустава. В последнее время очень большое количество пациентов обращаются именно с патологией с крайне мандибулярной дисфункцией, патологией височно-нижнечелюстного сустава. Хотелось бы заглянуть немножко в прошлое и сказать, что патология височно-нижнечелюстного сустава с каждым годом все больше и больше возникает у людей молодого и среднего возраста. Связано это с тем, что они получают травмы при родах, при прохождении через родовые пути, или при каких-либо отклонениях в родовой деятельности. Будь то стремительные роды, будь то кесаревое сечение и прочее. В императрице Екатерины существовал специальный институт, назывался он институтом повивальных девиц, в которых воспитывали девушек, которые принимают роды, и занимались сразу народной техникой исправления положения костей черепа. Потому что именно при прохождении через родовые пути человек получает первую свою жизненную травму, которая несет за собой последствия на всю его жизнь. Так вот, при применении остеопатических методик в комплексе с этническими методиками, с методиками народной медицины, можно добиться оптимальных результатов. Кости черепа, они подвижны. Кости черепа состоит не... Это не единая кость, он состоит из нескольких взаимодействующих между собой групп костей. Соматологические манипуляции в основном проводятся обособленно. Они все считают, что если зуб отсутствует, его нужно вставить. Это, несомненно, действительно так. Если зуб отсутствует, его нужно вставить. Причем, чем быстрее, тем лучше. Потому что происходит движение. Даже при удалении одного зуба смещается вся зубочелюстная система. Тем более, когда приходят пациенты со сложными клиническими случаями, с отсутствием половины зубов, с разрушенными зубами, с тертыми зубами, возникает необходимость увеличить высоту прикуса, изменить плоскость функционирования зубочелюстной системы. И здесь нам на помощь приходят как раз традиционные методики, традиционные техники, которые позволяют ускорить процесс восстановления именно положения, которые позволяют допрограммировать положение нижней челюсти, которые позволяют сделать более прогнозируемым и легким движение зубов, движение костей, восстановить краниальный ритм, дыхательные движения черепа. Когда я только начинал погружаться в тему традиционной медицины, остеопатии, кинезиологии, изучать основы, и до сих пор изучая основы этих направлений, я был очень тяжело поверить, и я проводил много исследований, измерений, в том числе по результату компьютерной томографии, по изучению моделей в индивидуальном артикуляторе с наложением лицевой дуги, и действительностью методики натуральной, методики этнические, методики остеопатические позволяют изменить положение нижней части черепа без каких-либо хирургических вмешательств. Иногда даже избавить человека от боли. Самым, пожалуй, в моей практике показательным случаем был случай с женщиной 56 лет, которая на протяжении многих лет мучилась от боли на поллица. У меня была диагностирована патология из очень нижнечелюстного сустава. По анализу телерентгенограмм, по анализу моделей в индивидуальном артикуляторе было выявлено, что череп практически скручен. Разница между анатомическими ориентирами с левой и с правой стороны доходила до полутора сантиметра. Естественно, наблюдаю шатологию из очень нижнечелюстного сустава, потому что верхний челюст стоял просто боком. Мы изготовили репанирующую какву, провели программирование, пытались изменить положение верхней челюсти ортопедическими методиками. Да, мы нормализовали работу из очень нижнечелюстного сустава, но боли у нее не прошли до тех пор, пока мы не применили именно в комплексе со стоматологическими манипуляциями именно методики народной медицины. И на сегодняшний день пациент избавился от боли, жует спокойно, регулярно приходит на контрольные осмотры и отмечает, что качество жизни значительно улучшилось, если не восстановилось в полном объеме. Субтитры создавал DimaTorzok